Еще, друзья мои, вся правда о марсианском безумии, и как призвать, и что там водится, и чем это заканчивается, и какие там боссы, и что из них выпадает, все-все-все. Так что большой, большой кверх под этим видео за большой гайд. Первым делом отправляемся в АД, кидаем тут, значит, как его называют, в воду куклу, убиваем в лаву, появляется стена плоти, убиваем стену плоти. Если использовать мой метод, то можно убить вообще за 5 секунд легко и просто. Окей, все ссылки будут в описании под видео, конечно же. После того, как мы убили стену плоти, надо отправиться убить трех механических боссов. Куда же без этого, а именно, причем в строго определенной последовательности, после чего можно будет убить Плантеру. Опять-таки, в одном из прошлых видео мы рассказывали, как убивать Плантеру без долгих нудных поисков этой долгобанной бутона. Так, сейчас мы убьем Плантеру чем-нибудь подходящим. Ломаем бутон и так далее. Три механических босса, это Разрушитель миров, это Близнецы, это Скелетон Трайм. После этого, после того, как убили всех трех механических боссов, начинают спавниться бутоны вот этой же Плантеры в джунглях. После этого убиваем Плантеру, после этого ищем вот такой вот данж под названием Пирамида, которая, ну это так и называется, Пирамида, где-то в подземке она находится. Туда можно телепортироваться внутрь и не искать долго нудного входа-выхода, можно прокопаться вовнутрь. Почему бы и нет? Здесь куча всяких полоумных существ бегает, большое количество ловушек. В общем, здесь вас ждет очень теплый прием, и ищем в сундуках вот такую штучку маленькую, которая называется Батарейка чего-то там. Дальше, вам нужно найти внизу этой пирамиды большую-пребольшую комнату. Здесь левой кнопкой мышки клацаем с помощью этой батарейки на этот алтарь, появляется голем, и убиваем голема, пятого босса. Еще убиваем. Окей, после того, как мы убили пять боссов, наконец-то мы можем заняться делом. Так, какой у нас тут лут? Смотри, вот это центр карты, а вот на окраинах есть окраины карты, здесь обычный океан. И вот в последнее, третье, самая треть, самые крайние части карты, то есть крайняя правая часть и крайняя левая часть, это то самое место, где нам нужно тусить. В идеале в космосе. То есть, перебираясь поближе к концу карты, заходите на geronshop.ru, все ссылки будут в описании, там есть дешевый Майнкрафт и сотни других стимовских игр. Гарантии, отзывы, все как у людей, все ссылки там. Теперь, собственно, и в космосе начинаем летать на последние, третьи карты, поближе к краям. Можно потусить немножко по, на звезд, как его называют, на летающих островах, в тех краях, если уж совсем нет никаких летающих маунтов. Ну или летать на летающем маунте, на, собственно говоря, ищем здесь вот такую штуку, Martian Probe. Обычно эта штука спавнится ночью, обычно в космосе, обычно поближе к краям карты, и вы ждете ее. Во, видите, заметили этот проб. Теперь он вас задетектил, включился красный цвет, теперь он улетает. Если вы дадите ему нормально улететь, начинается непосредственно ивент. И у вас должно быть в чате при этом написано, что-то там марсианское безумие началось. Но оно начнется только тогда, когда вы спуститесь с небес на зиму, в буквальном смысле. Только после этого начинается ивент, и на вас валится целая толпа вот таких покемонов, вот с таким дропом. Потом те же самые покемоны, но без наездников. Такие же покемоны с наездниками. Механические роботы с щупальцами, которые выглядят вот так вот. Как видите, это классно, клево, интересно. Конечно, я забыл еще вам сказать, у вас еще должно быть 200 очков здоровья. То есть вы должны себя хорошенько прокачать. Иначе ивент не сработает. Как это сделать? Очень просто. Собираете красные сердечки, которые есть в разных данжах по всем биомам. И упаковывайтесь вплоть до 200 здоровья. Получаю, у вас по 50 или 100 здоровья. Прокачаться нужно до 200. Там еще есть вот такие штуки, которые спавнят какие-то другие летающие штуки. В общем, очень нескучный ивент с большим количеством врагов. Спавнятся враги, по-моему, только по ночам. В любом биоме. То есть было бы логично, правильно, где-то... Опять-таки можно строить ловушки, потому что эти штуки не умеют телепортироваться, пролетая сквозь блоки. Они все очень реалистичные, напланетяне в этом плане. Есть вот такие штуки бегущие. С ними тоже можно иметь дело. Ну и так далее и тому подобное. Вот так вот выглядит еще один покемон. Прикольно. Из него выпадает вот это. С такими шансами дропа, как видите. Ну да, я уже открыл себе все, что здесь есть. Есть еще вариация того же самого космонавта и так далее. Мы сейчас добьемся до боссов, не волнуйтесь. Еще один такой штука бегает. И с таким вот дропом. И еще один. Только уже серовато-пепельного цвета. В общем, забавно. И, наконец, вот этот еще. Пайль. Смотри, выпадает из них, что интересного может выпасть в этом Мартиан Соседже. Это два набора вот таких вещей. То есть, не обязательно они прям всем набором выпадают поштучно. Но можно собрать вот такой набор пейшельца и набор космонавта какого-то пейшельца. Ну, такое тоже возможно. Также, как всегда, выпадают непосредственно с боссов вот такие вот эмблемы. И если вы убьете непосредственно большую тарелку в режиме мастера, то выпадает золотая трофея. Естественно, как обычно. Дальше. Вот такая пушка выпадает из-за всех этих существ. Жалко, она сквозь нескольких врагов стрелять не умеет. Но все равно выглядит офигенно круто. Вау. Какой урон. Ебой. Вот смотрите, какая красота. Мне кажется, что это лучшая пушка, которая здесь есть. Еще одна пиписька. Пушка, которая стреляет уже на несколько врагов. Она стреляет пузырьками ядовитого воздуха, я так понимаю. Тоже анимация прикольная. Посох. А, этот посох вызывает маленькие летающие гадостные тарелки. Эти тарелки летают вокруг и убивают все живое. Смотри, как они работают. Слушайте, это лучшее оружие, которое есть в этом эвенте. Классно. Посмотри. То есть я даже врага еще не успел заметить. Его уже начали атаковать, его уже там обрабатывают. Без моего участия. А ты такой беззаботный летаешь. Естественно, тарелок может быть хоть штук 10, если упаковаться всякими аксессуарами и шмотками, которые прибавляют вам количестве суммонеров. Потому что это обыкновенные суммонеры. Электропушка. Хорошо, электропушка. Чем-то там... О-о-о, Майн Год. Ты смотри, как круто-то. О-о-о, е-бой, смотри. Вот это, я понимаю, ракетница. Всем ракетница, ракетница. Бахает и жахает просто обалденно. Хе-хе-хе-хе. У Майн Год. Круто. Теперь еще одна... Ага, так. Если стрелять в воздух, они зависают в воздухе. Электрические поля, которые все убивают, все живое. Прикольно. Есть какая-то лазерная пушка. Вот такая вот. На расстоянии. И ломаю блоки. Занятно. Еще одна пушка. Со снежками. Круто. Очень круто. Офигевая просто. Да, по-моему, это все-таки снежки. Но это вроде бы магическое оружие. Полная комплектация. Помимо всего прочего, здесь выпадает какая-то хваталка вот такая. Сириус ли? Так, а как мне выбраться из этой хваталки? У меня не получается. И, наконец, еще какая-то фигура. А, это суммонер. Ну, то есть, в смысле, это маунт, который призывается с помощью этой непонятного пульта. То есть, мы бегаем. Очень быстрый маунт. Очень шустрый и быстро бегает. Я в восторге. Не меньше, чем от героншоп.ру, конечно же. Вау. Вау. Ну-ка. Прикольно. Что еще есть? Летающая таелка. Если убить большую летающую таелку, то из нее выпадает вот такая маленькая таелка. Космические ключи там изрыдка выпадают. Ну и, конечно, если... О! И электрический меч какой-то. Ну, меч как меч. Ничего особенного. Ух ты! Король слаймов явился, не запалился. Так, давайте мы его сейчас разбьем с помощью этого электромеча. Слушайте, разобрали просто на раз-два-три. Ну, в принципе, это слабейший босс. В описании под видео будет куча месседжей, как найти других боссов и... Эвентов. И многое остальное. Подписывайтесь. Комментарии. Жду ваши комментарии и предложения, вопросы в описании под видео.